МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на канале Абаза в студии Марина Будба. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Частично публичные декларирования. Судьи Абхазии обсудили методические рекомендации по заполнению декларации о доходах и имуществе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поступая правильно, представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Домом Москвы в Сухуме провели встречу с абхазскими абитуриентами. Шутя со сцены, в зал спускаясь, определились финалисты Абхазской премьер-лиги КВН. Начнем с официальной информации. Введение ограничений на пересечение государственной границы по реке Энгур сроком на два месяца, связанной со вспышкой вируса гриппа на территории Грузии, обсудили министр иностранных дел Даурковы с постоянным координатором ООН, постоянным представителем ПРООН Луизой Винтон, а также с постоянным представителем Детского фонда ООН и постоянным представителем УВКБ. Луиза Винтон обратилась к главе внешнеполитического ведомства страны с просьбой рассмотреть возможность снятия ограничений на пересечении границы по реке Энгур, так как это, по ее словам, негативно влияет на уязвимую часть населения жителей Галского района. Дауркова, в свою очередь, отметил, что решения о введении карантина и ограничений на пересечение границы с Грузией продиктованы необходимостью обеспечения безопасности граждан Абхазии и предотвращения возможного распространения данного вируса на территории республики. Глава МИД Абхазии подчеркнул, что в случае, если ситуация с вирусом гриппа в Грузии улучшится, власти Абхазии примут решение о снятии карантина и смягчении режима пересечения на КПП Энгур. Ну а непосредственно жителям Галского района разъяснил ситуацию, ответив на вопросы граждан в ходе встречи в администрации города Гал, глава района Тимур Нодарая. Смотрите репортаж наших коллег с Гал-ТВ. 23 января у здания администрации Галского района собрались жители района, которые были возмущены сведенными республикой Абхазии ограничениями при пересечении государственной границы через КПП Энгур. Также собравшихся волновал вопрос о прекращении действия на территории Абхазии с 1 января 2019 года паспорта гражданина Абхазии старого образца. Глава администрации Тимур Нодарая пригласил их в актовый зал, где подробно разъяснил ситуацию, связанную с ограничением пропуска через государственную границу по реке Энгур. Как известно из ГБ Абхазии, по решению главного санитарного врача Республики Абхазия, 10 января ввело ограничение на пересечение государственной границы с Крузией сроком на два месяца. Из-за вспышки вируса гриппа штамм H1N1. Введение карантина вызвало недовольство у многих жителей Галского района, которые часто пересекают границу с различными целями. Сейчас границу могут пересекать только энергетики и тяжело больные пациенты, получающие лечение в Грузии. Необходимо понимать, что эти меры связаны с тем, что мы пытаемся предотвратить случаи заражения свинным гриппом жителей Абхазии, так как в 2015 году на территории Галского района были зафиксированы случаи заболевания данным типом гриппа со смертельным исходом, сказал на встрече с жителями района Тимур Надарая. Карантин был введен главным санитарным врачом, не службой госбезопасности. Мы, власти, после того, как санитарный врач ввел карантин, приостановили проход в Грузию жителей Галского района, для того, чтобы эту заразу никто там не принес домой, не заразил своих детей, свои семьи. Вот для этого мы это сделали. Мы и сегодня пропускаем людей больных, кому химотерапию надо делать, пропускаем, у кого гепатит С, пропускаем, который необходимо на лечение студентов, пропускаем. Некоторые выступающие были возмущены тем, что давно сдав все необходимые документы для получения паспорта или вида на жительство, до сих пор не получили документы, подтверждающие личность. Мне паспорт дали в Ачамчире, я выписался оттуда, прописался здесь в Галле. Служил здесь два года. Я ездил в Россию, я работал в Гагах, я работал в Пицунге. Я имел паспорт. Я не могу хлеб, на хлеб заработать, чтобы занести без паспорта. Каким мне привилегия могут дать эти виды на жительство, когда я не могу устроиться никуда на работу? То, что вы просите, сказал Тимур Надарая, обращаясь к присутствующим, называется введением двойного гражданства с Грузией. Ни один политический деятель не согласится на такое, так как двойное гражданство по закону Республики Абхазии возможно только с Российской Федерацией. Власть сменится или не сменится, те процессы, которые начались, никто уже не повернет назад. То, что вы просите, называется введение двойного гражданства Грузии. То есть одновременно, что вы можете быть гражданами Абхазии и одновременно быть гражданами Грузии. Ни один политический деятель этого в Сухуме не скажет. Все желающие выступили в ходе встречи, в которой были обсуждены и решены персональные случаи, связанные с пересечением границы и выдачей документов, подтверждающих личность. Кроме того, в случае улучшения эпидемиологической обстановки Грузии, связанной с распространением свиного гриппа и по рекомендации главного санитарного врача Республики Абхазия, будет рассмотрен вопрос об ослаблении режима пересечения государственной границы между Республикой Абхазия и Республикой Грузия. Завтра врачи нам скажут, что ситуация улучшается, что меньше там больных. Мы эту границу откроем. Анжела Убилава, Бижан Микава, Парис Цацуа, КАЛ-ТВ. Частично публичное декларирование. Судьи Абхазии собрались на внеочередное заседание. Основная причина – разъяснение методических рекомендаций по заполнению судьями декларации о доходах и имуществе. Соответствующий закон вступил в силу в начале этого года. До 30 апреля у служителей Фемиды есть возможность разобраться со всеми правилами и заполнить декларацию. Также на собрание приняла присягу впервые избранная судья Екатерина Тыркба. Слово Марьяне Котовой. С этого года все судьи Республики Абхазия обязаны декларировать свои доходы, имущество и имущественные обязательства. До 30 апреля каждый из них должен поделиться этими сведениями за 2018 год. Так как процесс заполнения декларации – новшество в судебной системе, Совет судей разработал методические рекомендации. И разъяснил, как именно нужно оформлять данный документ. Декларации подлежит собственности дохода судей и их близких родственников и несовершеннолетних детей. Данный закон принят как антикоррупционный и устанавливает правовые основы осуществления контроля за соответствием расходов судей и кандидатов в суде их доходов. Несвоевременная подача декларации, либо недостоверенные сведения при декларировании могут быть основаниями для дисциплинарной ответственности, о чем прямо сказано в Конституционном законе Республики Абхазия судебной власти. Декларации судей будут подавать в электронном и распечатанном виде. Первый нужен для хранения в цифровой базе данных, печатный вариант – основной документ, так как именно он будет подписан. В случае разницы в информации, поданной в печатной и электронной версиях декларации, приоритет за бумажным документом. На каждом листе декларации лицо, подающее декларацию, обязано расписаться. Помимо этого, по завершению в конце документа есть соответствующая графа, где стоит подпись и дата непосредственного лица, который подает данную декларацию. Такие степени защиты предусмотрены специально, чтобы не возникало вопросов, если вдруг будет возбуждена процедура проверки. В течение месяца Совет Судей будет проверять декларации на соответствие указанной информации действительности. Подвергаться проверке декларация может неоднократно, если будет поступать информация о том, что в этом документе указано не все. Эта проверка заключается в проверке тех данных, которые поданы лицом. Данное лицо декларант приглашается на собеседование, и после того, как разъяснит, либо попытается подтвердить ту информацию, которая предоставлена соответствующими документами, будет принято решение о том, что данное лицо либо нарушило законодательство Республики Абхазии, либо нет. Сведения, указанные в декларации, будут опубликованы в СМИ и на сайтах судов, но не полностью. То есть в разделе недвижимость будут значиться квадратные метры, без указания адреса, марки машин, но не номера, а также размер дохода. Вся остальная информация считается конфиденциальной. Мария Накотова, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ. В отношении ранее задержанных Беслана Ахсал Байсаида Сакани, подозреваемых в разбойном нападении, убийстве уроженца города Костромы, имевшем место 14 января в селе Тамыша Чемчерского района, избрана мера пресечения арест, сообщает сайт МВД. В ходе следственно-оперативных мероприятий задержанные жители села Кутол Беслан Ахсал Байсаид Сакани признали свою вину в предъявленном преступлении. По месту жительства гражданина Сакани в селе Кутола Чемчерского района правоохранительными органами изъято гладкоствольное ружье 12-го калибра. Органам предварительного следствия при содействии совместного информационно-кордиационного центра МВД Абхазии и Российской Федерации проводится ряд криминалистических экспертиз, а также комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба МВД. Информация спецслужб. По подозрению в шпионаже по заданию спецслужб Грузии задержан гражданин Грузии Гео Ушангович Парулава, 1962 года рождения, уроженец села Царчет Куарчалского района. Как сообщается на официальном сайте СГБ Республики Абхазии, в ходе проведения обыска подсобного помещения, находящегося в пользовании Парулава, обнаружены изъяты ручная граната Ф-1 с запалом, патроны калибра 5,45, электродетонатор военно-инженерного назначения. Следственным отделом Службы государственной безопасности Республики Абхазии возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса Республики Абхазия. Судом города Сухум в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Парулава Водворен, следственный изолятор СГБ Республики Абхазия. Распоряжением президента Республики Абхазии Рауля Хаджимба создана государственная комиссия по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 145-летию. Со дня рождения основателя абхазской литературы, выдающегося поэта, прозаика, драматурга, историка, общественного деятеля, народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулия, а также столетию со дня выхода первого номера газеты «Об сны». Госкомиссия поручена в течение двух недель подготовить план проведения юбилейных мероприятий. Председатель комиссии, первый вице-премьер правительства Даур-Аршба. Комиссия по государственной премии имени Гулия в области литературы, искусства и архитектуры объявила конкурс на соискание государственной премии имени Гулия. На конкурс допускаются работы, опубликованные в 2017-2019 годах. Работа принимается до 1 августа 2019 года, каждый четверг с 10 до 15.00. По адресу город Сухум, улица Званба, 9, комиссия по государственной премии. Поступай правильно. Представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Домом Москвы в Сухуме провели встречу с абхазскими абитуриентами в целях популяризации российского образования и науки. Сотрудники представительства рассказали об основных ошибках при регистрации на сайте Russia.study. А приглашенные эксперты из России поделились информацией о способах поступления в Россию и особенностях обучения. Обо всем подробнее Анастасия Никонова. Ежегодно правительство России финансирует абитуриентам из Абхазии определенное количество мест для обучения в вузах Российской Федерации. За последние 10 лет, по словам сотрудников Россотрудничества, на обучение было направлено более тысячи абхазских студентов. 6 декабря 2018-го Россотрудничество объявило о старте отборочной кампании на текущий год. Всем желающим учиться в российских вузах необходимо зарегистрироваться и подать документы через систему Russia.study до 31 января. И с прошлого года и сегодня Россотрудничество в некотором плане пересматривает процедуру направления на обучение в части выделения конкретных специальностей в рамках этой квоты, предоставляемой, выделения общего количества мест. К слову сказать, сейчас пока у нас нет информации о том, квота какого количества будет предоставлена в этом году. Но мы уже говорили ранее, и еще раз хочется повторить, что в первую очередь мы ориентируем всех на то, чтобы вы поступали в Абхазский государственный университет. Поскольку квота, которая будет предоставлена, она не будет предусматривать, скорее всего, опять же, специальности, которые есть в Абхазском государственном университете. В рамках квоты, которая будет определена чуть позже, основной акцент направлен на такие уровни обучения, как магистратура и аспирантура. А вот бакалавриат и специалитет будут представлены в меньшей степени, отмечает Дмитрий Кононов. Мы не даем вам возможности выбрать город и не можем дать вам гарантию, что вы поедете учиться в этот город, если пройдете отборочные испытания здесь, то есть попадете в список победителей. Вы можете выбрать только приоритетные для вас вузы, находящиеся в тех или иных городах. Это все, что мы можем сделать. Дальше вузы и Министерство высшего образования и науки России самостоятельно принимают решение о том, где вы будете учиться. Это важно иметь в виду. И в этой связи все обращения, которые к нам поступают по этому поводу, они без внимания, конечно же, не останутся. Мы вам все снова это разъясним, но ничего сделать и никак повлиять на ситуацию не сможем. Среди самых актуальных вопросов будущих студентов заверения документов об успеваемости. Представитель Россотрудничества отметил, что накануне составилась встреча с министром образования Абхазии Адгуром Кокоба, на которой обе стороны пришли к общему решению. Вы пока подаете те документы, которые у вас есть, а потом, после того, как вы сдадите экзамены по абхазскому языку и вам заверят документы в образовании, мы дадим вам возможность обновить этот документ на вашей странице в системе Раша Стадия. Пока таким образом. Насколько я сейчас могу располагать информацию, экзамен и процедуры заверения пройдут в течение февраля месяца. Наши отборочные испытания, скорее всего, тоже пройдут или в феврале, или в марте, но все это будет зависеть от того, когда мы получим общую цифру по количеству мест, выделенных для республики Абхазия. Регистрироваться на сайте Раша Стадия необходимо до 31 января. Сейчас поступающим нужно попасть в список людей, которые будут участвовать в отборочной кампании. При этом важно не только зарегистрироваться в системе, но и отправить заявку на проверку. Только после этой процедуры станет ясно, попали ли вы в список предполагаемых абитуриентов. О самых распространенных ошибках при регистрации на сайте Раша Стадия рассказала сотрудница ведомства Софья Кольцова. Значит, пока что я заметила основную ошибку – никто не добавляет распечатанную и подписанную анкету. Когда вы заходите на свою страничку, вы увидите, что есть там зеленая кнопочка «Печать заявление». Вы должны на эту кнопочку нажать, распечатать свою анкету, подписать и потом добавить этот документ в соответствующий пункт. Это очень важно. Это нужно сделать, и если вы еще этого не сделали, я прошу вас исправить. Далее хочется обратить внимание, что нам нужны скан копий документов. Соответственно, это все документы должны быть цветные со всеми печатями, не ксерокопии. Уже сегодня я такую анкету видела, где все черно-белое. Пожалуйста, ребята, исправьте. Это важно. Мы такие документы принять не можем, к сожалению. Что еще? Если вы поступаете на магистратуру, большая просьба добавлять не скан копию зачетной книжки, а ведомости с деканата со всеми оценками. Дело в том, что в зачетной книжке очень плохо часто бывает видно, какая конкретно написана оценка. Соответственно, мы не сможем правильно, возможно, посчитать ваш средний балл. О глобальных трендах в образовании говорил генеральный директор компании ЛИК Групп Сергей Исаев. Российский эксперт выделил ряд актуальных направлений, среди которых онлайн-образование, гуманизация образования, то есть ориентация процесса обучения на развитие и саморазвитие личности, а также цифровая эволюция. Первое. Это цифровая эволюция во всем. Цифровизация всего. Мы уже не можем себя спокойно наблюдать без телефона, планшета или компьютера. Цифра проникает так или иначе и в образование тоже. Это не только новые способы получения информации, это и новые способы ведения урока, новые способы преподавания, новые способы в том числе проведения учебного процесса. То есть в вузах, например, с которыми мы сейчас работаем, достаточно большое отражение находит, например, интеграция в виртуальной дополненной реальности, на технические специальности. Эксперты отметили, что среди вариантов для поступления в российские вузы, помимо квот, выделяемых правительством России через представительство Россотрудничества, возможно стать студентом российского вуза, сдав ЭГЭ при наличии гражданства Российской Федерации. Заявка об этом должна быть подана до 1 февраля. Третье. Сдать внутренние испытания вуза. Есть как в рамках соотечественников, так и в рамках иностранных граждан. Есть возможность поступить в вузы, сдав внутренние экзамены. Для этого у каждого вуза индивидуальная программа, у каждого вуза индивидуальный подход к тем испытаниям и к уровню программы, которая требуется для сдачи этого вуза. И четвертое. Поступление посредством участия в олимпиадах, опять же, если кто-то в них участвовал, мы можем отдельно это проговорить. В завершении встречи будущие студенты задали все интересующие их вопросы о поступлении в российские вузы. Анастасия Никонова, Раму Камке, Абаза ТВ. Торгово-промышленная палата Абхазии во второй раз принимает участие в международной выставке ITF «Словакия Тур-2019» в Братиславе. Республика представлена делегацией, возглавляемой президентом ТПП Тамилой Мирцхулава. Абхазский павильон представил традиционную для таких выставок продукцию абхазских производителей. В первый день открытия выставки абхазскую экспозицию посетили. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Алексей Федотов и торговый представитель Российской Федерации в Словакии Екатерина Белякова. Выставка продлится до 27 января. Шутя со сцены, в зал спускаясь, определились финалисты абхазской премьер-лиги КВН. Полуфинал текущего сезона состоялся в Государственной филармонии имени Гумба. Первое место по результатам игры разделили Ткварчалский дождевой удар и объединенная команда, биолога, география, физико-математического факультета ФАГУ под названием БГФ. Второе место заняла команда армянской общины Сухумского района «Гумский уезд». Над чем смеется абхазская молодежь и почему члены жюри взяли в финал четыре команды вместо запланированных трех, расскажет Надежда Боровикова. Чуть больше года прошло с тех пор, как абхазская премьер-лига КВН возобновила свою деятельность после трехлетнего перерыва. За это время продюсеры нового проекта провели кастинг, отобрали девять команд и организовали три игры. Фестиваль КВН – одну восьмую и одну четвертую сезона. В результате честной борьбы в полуфинал вышли четыре команды. Сегодня будут выступать ребята, которые на протяжении года выросли. Вот мы приезжаем там на репетиции, помогаем им ставить и сегодня ты уже видишь вот их глаза, они понимают уже, что они должны делать. Раньше им нужно было просто повторять, потому что немного понимания не хватало. Сейчас они уже даже сами пытаются писать определенные шутки, приходят на редактуру и там многие, конечно, вырезаются, но уже научились. Первой свою визитку показала команда историков и филологов «Миф». В предыдущих играх парни задали высокую планку и уверенно прошли в полуфинал во многом благодаря шуточным песенкам, которые стали их фирменной фишкой. «Мужская команда из Ткуарчала «Дождевой удар» разыграла абхазскую версию передачи «Пусть говорят, пусть говорит». Ведущим выступил специальный гость, давно мечтавшая Лаврах Малахова, Лири Каршба. Зал встретил его появление на сцене бурными овациями. Сегодняшняя история не поддается никакой логике. В принципе, как и жизнь в нашей стране. Сегодня у нас в гостях человек, который столкнулся с огромной дилеммой нашего общества. Говорить или молчать? Терпеть или пролить кровь? Стоит ли жизнь молодого бычка, чтобы род невестки не закрылся навеки? Молодежь много шутила на темы современных интернет-трендов. Фигура Ким Кардашьян, 50 оттенков серого по-абхазски и даже вирусный танец с Кибиди тоже в абхазской обработке. Объединенная команда биолога географического и физико-математического факультетов АГУ отличилась интеллектуальным юмором и удачной аллюзией на фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где царь Леона Псха попал в Абхазию 21 века. Не надо было машину времени сегодня заказывать. Где я теперь запчасти возьму? Ты что такое говоришь, сумасшедший? Где я? Это Абхазия, 21 век. Вы попали с прошлого, в будущее, но я все починю, и вы вернетесь. Давай быстрее меня назад отправляй, там без меня такой переворот начнется. Что, у вас тоже такие проблемы? Команда армянской общины Сухумского района «Гумский уезд» запомнилась колоритным национальным юмором, артистичным исполнением и неожиданными сюжетными поворотами. В конкурсе «Знакомый сюжет» ребята сошли со сцены, и почти все их выступление прошло в зрительном зале. Актеры разрушали стереотипы об армянах, показывали фокусы и, конечно, пели песни. Это вы армяне, да? Какие вы армяне? Вы вообще не похожи на армяне? Хотя вон тот крайний, очень красивый, точно армянин. Дай-ка я на тебя поближе-поближу. Вах, какой армян, посмотрите только, а! Подвинься, мальчик! Состав жюри остался неизменным, за исключением приглашенной звезды. В этот раз ею стала актриса и певица Хибла Мукба. По сумме оценок, за два конкурса первое место разделили команды «Дождевой удар» и «БГФ». Да, мы очень рады, что так получилось. Мы не ожидали, что в зал зайдут наши шутки в таком виде. Зал принял, нам это очень понравилось. Мы готовы дальше работать. В ближайшую неделю мы отдохнем, а дальше мы начнем работать. И, конечно же, мы проложим все усилия «Дождевого удара», чтобы мы выиграли этот финал, и Топхазскую премьер-реку КВН. У нас была эта цель, и мы ее добьемся. Второе место по количеству баллов и свое законное место в финале заняла армянская команда «Гумский уезд». Да, мы безумно рады, что мы попали в финал. Мы очень-очень много трудимся, стараемся для того, чтобы зрители, для того, чтобы наша поддержка, люди, которые за нас стоят горой, чтобы они гордились нами. Огромное спасибо просто тем ребятам, вот Миши Гагуля, Миши Цкуа, еще их команда, которая старается, делает все. Но они не для себя это делают, они делают это для нас, для того, чтобы мы показали себя, для того, чтобы, может, мы где-то себя проявили, нашли какое-то наше направление. Неожиданно, но один из фаворитов этого сезона – команда «Миф» по итогам игры не прошла в финал. Выступая, члены жюри отмечали, что даже очень хороший материал нужно тщательно репетировать. Посовещавшись, судьи предложили все-таки дать шанс команде «Миф» и в качестве аванса взять их в финал. Плохо подготовились, поэтому так получилось. Конечно, хочется сказать спасибо, что нас позвали в финал. Просто, наверное, это немного несправедливо по отношению к другим получится. Как-то не хотелось бы вот таким образом попадать в финал. Ну, мы будем стараться и сделаем так, чтобы финал уже был на уровне. Гордимся, конечно, приятно. Ребята сегодня, если честно, меня удивили тем, что я как бы был готов немножечко к более, так скажем, ниже уровню сегодняшнего выступления. Ребята на сцене выложились, сделали все необходимое, то, что требовалось от них сегодня и показали, достойно выступили, зрители были довольны. В общем, работать есть еще над чем всегда, какой бы ни был уровень достигнут, всегда есть над чем работать. И будем дальше с ребятами работать и повышать их уровень, чтобы они росли на этой прекрасной сцене. У них получается из игры в игру реально наблюдается рост команд, их уверенность, подача, актерское мастерство. Еще все впереди, лучшее впереди, я в этом просто уверен. Пока абхазские КВНчики будут готовиться к финальной игре сезона, которая состоится в марте, продюсеры проведут отбор команд в следующий сезон. Кастинги будут проходить во всех районах Абхазии. Главное условие – желание играть в КВН. В планах продюсеров начать новый сезон Абхазской премьер-лиги как минимум с 15 полноценными командами. Надежда Боровикова, Эдуард Аракеля, Абазакова. Актеры Абхазского государственного драматического театра имени Чанба совместно с актерами Адыгей примут участие в спектакле Национального театра Адыгей по драме немецкого драматурга Бертольда Брехта «Кавказский меловой круг». Премьера пройдет в Майкопе 30 января. Как сообщает обсный пресс, режиссер постановки, руководитель Национального театра Адыгей, заслуженный артист Абхазии Косей Хачагогу. Этот спектакль уже был показан в Абхазии. Сейчас он будет поставлен у них на родине с участием абхазских актеров. Спектакль пройдет на русском, адыгском и абхазском языках с синхронным переводом. 18 февраля впервые в Якутске в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Симфоника Арктика» под управлением Фабио Мастранджело выступит звезда Метрополитен-опера и Ла Скала, Примадонна, мировой сцены народной артистки Абхазии и России Хибла Герзмава. Ну а певица Хибла Мукба примет участие в зажигательном шоу «Девятая волна», который состоится в ДК профсоюзов город Нальчик 28 февраля. На одной из главных сцен Кабардино-Балкария выступят любимые звезды Кавказа Мака Межиева, Азамат Биштов, Альбина и Фатима Цирикаевы, Александр Гум, Фатима Дзыбова, Магомед Дзыбов и многие другие. Спорт. Абхазские спортсмены по косике каратэ примут участие в 9-м открытом фестивале спортивных единоборств и боевых искусств Кубок равна апостольного Николая Японского в городе Пушкино Московской области, сообщил корреспонденту «Спутник» тренер спортсменов Дэмис Адлиба. Абхазию на турнире представят победитель Первенства мира 2017 года 10-летний Эрик Хаджаян, победитель международного турнира 2018 года в Уренгое Дмитрий Адлиба, серебряный призер Первенства мира София Авитсба. В завершении выпуска о погоде. Как сообщает гидрометеорологическая служба Абхазии, в выходные дни на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу без осадков, в воскресенье из-за влияния периферии холодного фронта североатлантического циклона. С полудня и до вечера возможен дождь. Температура воздуха ночью 10, днем до плюс 16. А на этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи и удачных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин